и правила этой игры могут вам это нужно 10 вещей которые вы увидите впервые в жизни реально на меняться то что в одних культурах считается под этим увидеть впервые что-то в любой обычный не про самом интересное а вот это видел или не видеть на устава перемотаем вольфия бескорневая те кто в детстве отдыхали на озерах или когда-либо ухаживали за домашними прудами и бассейнами не понаслышке знает что такое цветение воды выглядит это как плотная зеленая пленка на поверхности видео такой процесс связан с быстрее движением фитопланктона или проще говоря разных видов водорослей как я это видела он происходит исключительно в стоячей воде но это болото всего от цветения пытается и там шрек живет тяну загрязняет водоем и мешает людям им пользоваться но бывают и исключения например вольфия бескорневая которая тоже в 2 следующая в большинстве азиатских он этот удивительный плод называют рукой будды и вам будет достаточно одного взгляда чтобы понять почему перед вами цитрусовый плод который внешне очень похож на кисть человека из-за своих пальцевидных отростков при этом в отличие от всех остальных фруктов этого вида внутри цитрона пальчатого совершенно нет мякоти он широко распространен в китае японии и индии в любом случае это едят раз есть руку будды как это можно сделать с апельсином или грейпфрутом не получится в сыром виде его употреблять не рекомендуется однако высушенный или за сахарин и цитронов полный нахер он пользоваться в качестве украшения в кондитерских изделий понятно говно романец корок или который произрастает в италии еще с 16 века куда более известен по всему миру чем локальные экзотические продукты во многих странах европы его используя держа форси ебаный свет можно еще чем-нибудь как не таки страны карибского бассейна это настоящая колыбель экзотических фруктов многие туристы едут туда именно за тем чтобы отведать редкий как и конечно насладить охуенный коррор голденлик стиме есть глянь ральп а зачем-то не в донат я же говорю предложку желательно кстати ссылкой на игру сразу ци местными лазурными пляжами и базе сдано под названием аки визы хей разрастает именно здесь но особо важное значение вас он приобрел на ямайке много веков назад такие привезли сюда африканцы попой все кассу марцу фу бля это одна из самых гастрономических стран огромный там червяки не видов пасты и пицца и лазань у нас в нем чате тоже сотни сотни видов пасты от одной мысли уже хочется поскорее побежать на кухню зачем-то вкусным кроме того это европейская нация всегда славилась в африке по моему или где-то в индии короче говоря на рынке продают какой-то за какой-то заблара забродивший сгнивший тухлый сыр в котором реально червяки ползают и типа это едят он вонючий в нем черви копаются но его едят твоими сырами которые принято добавлять во все эти блюда или есть в качестве самостоятельной закуски да согласимся что некоторые я я видел но ни один из них точно не сравнится со следующим деликатеса перед вами сыр кассу марцу который делают из овечьего молока на средиземноморском острове сардиния и в начале процесса сыробарения этот он выглядит как обычно сыр пекорина известны по всему миру однако в нем есть один секретный ингредиент и вы ни за что не догадаетесь какой это живые личинки настоящей сырной мухи блять вот я про это и говорил как держитесь еще тогда расскажем вам для чего такая экзотическая добавка именно она доводит сыр до состояния гниения из-за чего он становится мягким и приобретает свой особенный вкус гордые жители сардинии утверждают что он не похож ни на какой другой и да если вы еще не поняли при употреблении сыра живые личинки никуда не деваются убирают их очень редко это скорее не из-за брезгливости а чтобы защитить собственное лицо дело в том что эти создания очень прыгучи и могут скакнуть ценителю деликатесов прямо в глаз на высоту около 15 сантиметров можно сколько угодно спорить о вкусе необычного продукта но один факт остается совершенно точным есть сыр кассу марцу не очень безопасно причина в том что желудок не подготовлены бы к такой трапезе человека вполне может не справиться с перевариванием содержащихся на хера его тогда же еще за блять пиздец у нас еще сыров в мире очень мало блять нормальных зачем тебе чё жрать нечего зачем ты пихаешь это говно в рот себе с червяками дурак если еще и при этом желудок даже не справляется зачем как аж хуйня господи и тогда они как вы понимаете поселиться внутри организма всерьез и надолго что может вызвать массу осложнений именно из-за этого ну и зачем тогда это жрать то признано нелегальный много лет назад причем как со стороны власти италии так и европейского союза понимаем тем не менее на самом острове сардиния где сыр считается национальным достоянием зачем она берет на черном рынке вонючий сыр блять в рот тайский суп любая хозяйка знает что чем дольше бульон варишь тем вкуснее он получается но всему есть предел однако в этом бангкокском ресторане о нем просто не слышали там вот уже сорок пять лет подряд говно мешает его его начали готовить еще в день основания ресторана с тех пор в заведении сменилось несколько поколений владею и чоком это угощение и когда еще вам или что популярностью такой птичьи гнезда большинство никогда не ведет свои гнезда из сухих травинок и петок идет опыта но вся ценность продукта состоит даже на язву исключительных вкусовых свойствах китайцы например берет что содержащиеся в нем вещества продлевает жизнь улучшает состояние тоже развращает заболевания легких и повышает куда мы я заметил что у них нет проблем с легкими ну ладно короче я хочу я хочу я хочу я хочу сожрать пиццу очень вкусно очень-очень сочное дайте 2 дайте 3 дайте все я сожру здесь пиццу и во сне